Добровольный поисковый отряд «Лиза-Алерт» назван в честь погибшей пятилетней девочки Лизы Фомкиной. Трагедия произошла в Орехово-Зуево семь лет назад. Лиза и ее родная тетя отправились на прогулку в лес и заблудились. Десятки добровольцев искали их, но найти живыми не успели. Чтобы подобных трагедий больше не повторялось, неравнодушные люди, принимавшие участие в поиске Лизы, решили организовать добровольный поисково-спасательный отряд. Сегодня «Лиза-Алерт» – это уже не десятки, а тысячи волонтеров по всей Московской области, готовых выдвинуться на поиск пропавших и днем, и ночью. А в распоряжении отряда самая новейшая техника – рации, навигаторы, вездеходы. Мы впервые демонстрируем технику, которая вошла в отряд в этом году. Это вездеход «Шерп». Его задача – это в первую очередь эвакуация пострадавших, то есть это такая лесная скорая помощь. Кроме того, теперь при необходимости поиск заблудившихся людей осуществляется еще и с воздуха. Это стало возможно благодаря волонтерам вертолетно-поисково-спасательного отряда «Ангел». Эффективность сотрудничества этих двух добровольческих организаций отметили полицейские Одинцовского района. Правоохранители поблагодарили добровольцев спасательных отрядов «Лиза-Алерт» и «Ангел» за труд и наградили почетными грамотами. В 2016 году на территории Одинцовского района было спасено порядка 100 человек, пропавших в природной среде, при участии поискового отряда «Лиза-Алерт» и вертолетного отряда «Ангел». Найти пропавшего в лесу человека без подготовки невозможно. Поэтому два раза в год добровольцы «Лиза-Алерт» проводят масштабные выездные учения. Сегодня будет проходить 15 этапов обучения. У нас на них 13 групп. Эти этапы в основном связаны с лесным поиском, потому что у нас впереди лето. Это наиболее для нас сложный сезон, когда очень много людей теряется в лесах. И, соответственно, надо большое количество человек подготовить для лесного поиска. Люди учатся работать с компасом, с навигаторами, учатся картографии, учатся проходить сложные маршруты, учатся сложной эвакуации, эвакуировать людей, которые пострадали в лесу. И из сложных условий, из оврагов, из болот их надо эвакуировать. Учатся работать с техникой. По плану учений в лесу находится несколько условно потерявшихся. Одна часть спасателей ведет поиски на земле, другая поднимается в небо. Поучаствовать в воздушно-спасательной операции разрешили и нашей съемочной группе. Рядом со мной заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на самолете Александр Курылев. Нам очень повезло. Именно он будет нашим пилотом. Спасибо большое, Александр, что согласились взять нас на борт. Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в вертолетно-спасательном отряде «Ангел»? Это не работа. Это по зову души мы, чатные пилоты, в 2011 году познакомились с поисково-спасательной группой «Лиза Алерт». Это тоже общественная организация, состоящая из добровольцев, из волонтеров. Они нас пригласили на учения. И на учениях мы увидели эффективность поиска потерявшихся людей с воздуха при помощи вертолета. На своем вертолете Александр совершил кругосветное путешествие. Он обладатель мировых рекордов. Александр Курылев – настоящий аз, с которым высота не страшна. На счету пилота – десятки спасенных жизней. А вот наш неопытный глаз даже с такой небольшой высоты цель не увидел. С этой задачей справился экипаж другого вертолета, а наш Робинсон полетел на посадку. В целом учения прошли успешно как на земле, так и на небе. Волонтеры и профессиональные спасатели, новички и опытные поисковики проявили себя с лучшей стороны и, что самое главное, смогли объединиться в одну сложную команду. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.